Доброе утро! Вчера в Ханты-Мансийске состоялся зимний кубок школы КВН. В студии генеральный директор автономной некоммерческой организации «Добро» Дмитрий Арефьев и участник команды КВН «Мы знаем, где выход» Илья Семенишин. Все эти люди представляют прекрасный город Коголым. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ариновало летний кубок КВН, весенний, осенний и зимний. Каким был зимний кубок КВН? Слушайте, ну это было великолепно. Во-первых, было 17 команд. 17 команд со всего округа. Это, скажем так, веселая мясорубка, которая в результате принесла положительную массу эмоций. И, знаете, мы нисколько не пожалели, что приехали в замечательный город Ханты-Мансийск, потому что нашей школе, например, КВН всего год. То есть она еще молодёхонькая. Только пошла. Только вот шажочки. Кто были участниками школы КВН? Вот город Коголым. Школьники? Да. Сколько представил команд? Город Коголым представил три команды. Три команды в разных, скажем так, в самых категориях. Мы представили три команды. Представитель Илья у нас самой младшей команды. Это «Мы знаем, где выход». Средняя команда, это была школа номер 6. Там в среднем, грубо говоря, до 14 лет. Называлась она команда КВН «Легенда». Ну, что он назывался-то? Называется. Ну, скромно так. И будет называться. Скромненькая «Легенда». Да, и «Сибирские равиоли» — это команда колледжа города Коголым. То есть, ну, как бы новая абсолютно команда, которая была создана, извините, создалась, была создана буквально перед фестивалем города в городе Коголым, который состоялся у нас 3 ноября. Создали? Создали, играют, приехали и будут играть. Но к тому, как все это прошло, мы вернемся. Илья, ну расскажи, как уже матерый КВНчик, как ты, собственно, пришел-то... И где выход, да? Да, да, да. Пришел-то в эту атмосферу под названием КВН. Раньше я всегда занимался театральным. Так. Мы занимались, выступали. Я получал опыт только от театрального и от вокала. Потом преподаватель по театральному предложил мне заниматься КВНом. Я подумал и решил записаться. Мы начали репетировать. Много репетиций было, я получал опыт. Ну, а что тебе больше нравится, театр или КВН? И вообще, есть ли разница? КВН. Ну, что, я пришел бы с преподавателем по театральному искусству. А давайте откроем секрет. Да, говорим. Давайте откроем секрет. Потому что преподаватель театрального... Кто? Это супруга. Супруга, которая разрешила забрать некоторых, так сказать, участников ее театральной студии. А вот раскрою еще тайну. Вообще, организаторы прислушиваются ли к вашему мнению, к мнению молодежи? То есть, или вы работаете с готовым материалом, или вы можете добавлять что-то свое и говорить, а вот я вижу эту ситуацию по-другому. Давайте вот эту миниатюру покажем вот так. Да, мы можем. В основном, конечно, мы персонарию прогоняем, но иногда... Ну, вообще, не иногда. Мы, если хотим, мы всегда предлагаем какие-то шутки. И они заходят? И слушают? Да. Ну да, слушают. Да? Слушайте, ну потрясающе. Итак, игра состоялась. Расскажи, пожалуйста, какие результаты, потому что мы понимаем, что это первые шаги, как оценили жюри? Максим, ну слушай, ну для первых шагов, я считаю, что... Вообще, вот для чего приехал город Коголым? Я хочу сразу сказать, мы не приехали за каким-то кубком. Это вот без всякого пафоса, честно. Ребята, мы не приехали за каким-то кубком, мы приехали заявиться, что у нас в городе есть движение КВН. Что мы тоже есть. Что мы тоже есть. И ребята, в частности, представитель команды, получил одну из номинаций, скажем так, не первое, не второе, не третье место, но получили самая стильная команда. Самая стильная команда. Круто. Вот, я считаю, что для первого, ну вы представляете, да, то есть первое какое-то заявление, первые шаги... Выезд первый с КВНом опять же. Выезд, да, не пошагово, мы дошли до вас, а выезд первый, и в принципе мы как бы вот, да, я очень доволен. Что мы можем сказать, что детское движение, школьное, студенческое, в принципе, да, именно движение КВН в Когалыме сейчас идет на взлет, то есть это будет развиваться. Есть вероятность того, что город Когалым может забрать у Ханты-Мансийска детский КВН, сказать, мы эпицентр детского КВН. И следующий зимний кубок пройдет уже в Когалыме. Слушайте, а вот знаете, сказать честно, мы надеемся на это. Да, сейчас мы всем организаторам... Вы знаете, и пусть это для Дениса Штейнера будет некое такое... Вызовом, да? Да, или вызовом. Но на самом деле, нет, Денис очень крут, серьезно. И в том, что он сделал вчера, это было, ну, это реально, вот именно для КВН, это было реально очень крутое событие. Проблема в том, что, например, смотрите, вот, ну, мое мнение, да, то есть, как бы, как бы Денис не относился сейчас к моему мнению, я его выскажу, ну, вот как есть, да. Я считаю, что в Ханты-Мансийске, вы знаете, вы очень крутой город. Вот я бываю, ну, четвертый раз здесь, ну, грубо говоря, ваше монументальное здание, да, то есть, ваше какие-то решения, вот, которые... Ублажил, ублажил. Да. Давай, эфир, эфир, я понимаю, да. Давай, в двух словах. Смотрите, ну, проблема в том, что для детского, именно проблема для детского КВНа, нет железной дороги. Все, строим. Все, благодаря, благодаря, Дим, тебе, благодаря тебе и твоей автономной некоммерческой организации. Ну, что же, школьному КВНу, не только в Когалыме, да и в Югре, быть, жить и развиваться, продолжайте, продолжайте, пишите, творите и приезжайте. Ну, а мы приедем, собственно, к вам. Спасибо огромное, что пришли, что проснулись. Доброго водорутра желаем вам, с гостями прощаемся, с вами жуемся две, две с половиной смешных минут, дождитесь.